И всем привет, дорогие подписчики канала Amrela Tech Incorporated, Вескар с вами на связи, ну а это Shadow of Tomb Raider, Лара Крофт, Tomb Raider, Расхитительница Гробниц, Лариса Кротова, как мы все еще знаем ее по старым добрым 90-х переводов, ну и конечно же Эбби на наследство, часть 2, в прошлый раз мы прошли... Вот, здесь не было двери, но теперь она есть, потом ее не было, я не выключал, я не выходил там в продолжение записи, если что, предыдущего эпизода, вот вы понимаете, мне кажется, папка Эбби была ведьмой, как можно было создать зону такую? Так, походу я теперь знаю, где находятся ворота, о которых говорил Монолит, это все взаимосвязано, казалось, мило Так, давайте я немножко потренируюсь вот с этой штукой Они все равно бегают, я хочу научиться стрелять в несколько целей за раз Вот, они должны быть в рамках одной зоны действия Я пока могу выпускать только две за раз, вот про это я и говорил Полезная штука, если идут стаями Но... Ну, стая врагов имеется ввиду, стая свиней, по сути Очень удобно Еще Shaft Эбби 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 Ага, вижу. Надо ресурс продавать потом. Надо же. Хотя я в местный магазин еще не захаживал даже. Надо зайти. Вот, заметьте, я сюда заходил. Вот. Тайна монолита наконец-то наш открылась. Обтесан с одной стороны. Расколот с другой. Это точно часть чего-то большего. Есть? Так, вопрос. Я здесь, но хрен ты здесь войдешь. Хотя вот тут вроде как есть пароход. Подожди, может быть, пароход имелся в виду... Пароход в древний город. Лара, кажется, я нашла один из этих камней. Остальные у меня. Что теперь? Сложим их вместе и узнаем, что пытается сказать твоя бабушка. Пилар знала бабушку лучше всех. Встретимся у нее. Пилар, наверное, ее мама. Ну, или подруга древняя. Мне больше интересно, как мне вот здесь сюда попасть-то. Что-то не помню, как я сюда попадал вообще. И реально не помню, как я заходил. А как я попал в эту тропу затерянного города? А, я под землей же ходил. Точно. Тогда это нелогично. У меня просто мысль сейчас в голову пришла, что ворота, ну, точнее, которые могут быть связаны с этим самым столбом, но они должны быть под землей. Но смысл тогда выделять их сверху? Так, ладно, куда мне сейчас? Обратно. А, кстати, давайте заодно сейчас зайдем. Может быть, там обновление РСР-Термента. Ой, люблю латиноамериканскую музыку. Торгулия, привет. Ты сейчас у меня внук той бабки? Как жизнь? Что-нибудь приглянулось? Показывай. Ну, продажи давай-ка сначала. Отличный выбор. Спасибо. Держи. Отличный выбор. Откуда ты шкуру Ягуара? Выгодная сделка. Отличный выбор. Спасибо. Выгодная сделка. Знаю. Так. Это, честно, припасы, боеприпасы. Магнум. Малый боезапас. Этот пистолет компенсируется внушительной огневой мощью. Полуэкологический пистолет, снабженный магазином с увеличительным боезапасом. Отличный выбор. Выгодная сделка. Знаю. Потому и покупаю. Чтобы потом на пол с ним не возить. О! Вот это надо. Отличный выбор. Да, за ваши же. Держи. Так. Ну, стрелы смысла покупать нет. Делай их. Итак, запчасти. Ну, запчасти вещь хорошая. Бериды использую только в путь. С черным порхом проблем пока тоже нет. Моя лавка всегда открыта. Спасибо. Нет смысла держать то, что я не могу вложить. А если я не могу это вложить, надо тогда это тратить. Если Лара у нас все равно работает. Как ты делаешь? Если ты столько на нема сайта. Я надеялась, что Эбигейл придет с тобой. Она в пути. Привет, тетя. Тетя. Сколько времени прошло. Дай мне на тебя взглянуть. И не смотрит. Волосы так и не отрастила, да. Слушай, мы нашли кое-что на бабушкиной карте. Честно говоря, за волосами ты могла бы и получше ухаживать. Носитесь тут обе, как парочка сорванцов. Тетя, пожалуйста. Зачем бабушка передала мне эту карту? Да, по делу. Допустим. Допустим. Ответы. В твоих руках. Почему сейчас? Я только хранитель карты. А ее смысл должна раскрыть ты. Эбби, я уверена, сообщение на этой карте приведет тебя к тайному месту. И там ты найдешь ответы. Надеюсь. Ладно. Ответы. Давай посмотрим. Давайте. Клуб расхитителей грабниц. Если мы положим каждый фрагмент на то место на карте, где нашли его, вот так. Это Чекана. Крест Инков. Он означает три стадии существования. Верхний мир, средний мир, наш и подземный мир. Он также означает все, что делает нас людьми. Способность любить, решаться на поступки, узнавать новое. Если я правильно помню, центр Чеканы символизирует Куско, столицу империи Инков. Судя по карте, мы в тысячах миль от нее. У Чеканы есть много толкований. Куско. Переход из одного мира в другой. Ее также называют глазом бога. Стражем, который присматривает за нами. Так, что мы ищем? Он же должен на что-то указывать, да? Угу. Посмотрим поближе. Мы что-то упускаем из виду. Что-то... Вот. На первый взгляд мне показалось, что это просто пятно, но кажется, это похоже на иероглиф Майя. Майя? Что за бредятина? Мы инки. Что он значит? Хаахиль. Это значит правда. Правда? Правда о чем? Да, хороший вопрос. Я не знаю. Тебе что-нибудь говорит это место на карте? Мы с бабушкой сиживали там вдвоем под ее сказки о тайном месте. Хм. То есть она ее приводила к входу в тайное убежище, но при этом не заводила внутрь, или она забыла, что там внутри была? Вот любопытная история. Продолжение проклятого наследства. Присмотри за Эбигейл. Защищай ее. Было в осколках что-то знакомое, но только сложив их вместе, я наконец-то поняла, что это. Это Чекана, крест инков. У него есть множество значений, и даже сами инки спорят о том, какое верное, но так или иначе, этот символ невероятно важен для них. Перевожу. Какой бы религии вы ни были, если там есть крест, бегите. Мы не можем ее потерять. Понятно, не можете, она местный мэр ваш. Потом новые выборы проводить, а это сколько денег. Так, куда мне тащиться-то? Стоп, а куда мне тащиться? Вот там сюжет. Только не говорите, что мне тащиться сюда. Еще рановато обратно сюда тащиться-то нам. О, еще одно очканалку, это здорово. Я правильно иду, но я об этом пожалею. Если мне сейчас дадут там дробаш, и я могу откроть эти граблицы, это будет прелесть. Сейчас вы уйдете в гробницу, ваш прогресс будет сохранен. Хотите ли вы продолжить? Да. Почему нет? Нет. Минутку. У меня сейчас эта мысль в голову пришла. А это сейчас мне как с дополнением Баба-Яга и Надежды из Rise of Tomb Raider. Только не говорите, что мне здесь сейчас снова нужно будет сражаться только уже с местной... Ацтекско-Инкоско-Маянской Баба-Ягой. Мне хватило русской, и этого хватает. Русская Баба-Яга самое жуткое создание. Он до сих пор посмотрел, что добирает нас на канале. Серьезно? Шикарная заставка сделал. Столько жути... Это реально Баба-Яга, это самое жуткое сараза, что было когда-либо. Ку-ка реку еще орала. Кофейку надо сделать. А, мирослыл что ли? Да. Слегка остывший. Ой, ладно. Ну и где мы? Какая-то боинственная музыка для зоны, где Эбби должна обрести мир и гармонию. Не находите? И почему я у склепов, которые должны так входить постоянно? И где Эбби? Эбби, держи рацию под рукой. Если я что-то найду, свяжусь с тобой. Ладно. Ты там поосторожней. Не сомневайся. Надо открыть ворота. Сейчас откроем. Проблем нет. Только изучу сейчас все здесь. Где-то здесь должен быть выход. Так, ладно. Давайте сначала откроем ворота. Выход выходом. Надо открыть ворота. Надо открыть ворота. Газ пошел. Классика. Это точно архитектура Майя. Так странно. Зачем бабушка хотела показать мне место? Надо попасть на ту сторону. Не знаю, зачем она тебе хотела показать это место, но если учитывая, что тут творится, происходит, твоя бабуля явно желала тебе точно не добра. Надо попасть на ту сторону. Хотел убедиться, что так эта штука и работает. И там опять... Этот мост устроен так же, как и предыдущий. Да, устроен точно так же, как и предыдущий. Надо придумать, как передвинуть сюда маятник. Здесь же собаки тоже будут, да? Ничего не подпадает. В гостине за маятника можно залезть. С первого взгляда хочется сказать, что это огромная кузница. Но в таком случае, для чего могло потребоваться такое количество тепла? Для чего, для чего такое количество тепла в гигантской кузнице и цивилизации, прославившейся золотым городом? Для золота, конечно же! Оружие, атомные бомбы, патроны и следы неизвестных цивилизаций, из-за которых нужно сражаться с инками и семи стальными. Да, конечно же, грамот из золота переправляли. По стене за маятником можно залезть. Заряды. Вот, молодец я. Ой, какой я молодец. Надо добраться к маятнику. Уже проходили. Давай, держись. Этот мост устроен, как и предыдущий. Этот мост устроен, как и предыдущий. Ну, как и предыдущий. Давай, держи. Ну, как и предыдущий. А-а-а, это такая переключатель Переключатель такой своеобразный, ясно Чтобы я мог разогнать Потому что оттуда бы не выстрелил, было логично Все понятно с вами Это обратный путь, мне такой же задница Надо продвигаться каким-то путем, ну ладно Главное прорвались и хорошо Вот тебе и кузница Лара Крот, бабушкино наследство Статуи с большими лицами стоят вокруг центральной колонны Они не спускают с нее глаз, как стражи Но что, они охраняют? Я же не вижу, что у тебя там Зря я не пошла с тобой Платформы напоминают те мосты Я пока поизучаю периметр А войти я не могу, да? Нет, могу вот сюда Платформы напоминают те мосты Платформы напоминают те мосты Платформы напоминают те мосты вы серьезно это на время но туда лучше от формы напоминают те мосты так ясненько изучаем убегая богатое прошлое у ее владельца или раскалывалась голова или не было головы на это это здесь засохшая кровь удивишься еще меня больше удивляет кто штуку вообще здесь запер этот газовый механизм такой же как на входе прекрасно надеюсь что он не временный хотя бы механизм на основании результатов сейсморазведочного построения а 25 ноября 1983 года под деревне обнаружены массивные залежи нефти я произвел физический осмотр зоны и могу подтвердить что это правда рекомендуется бурение сплошным забоем в парвенир снова потекут деньги деревне будет уничтожена если денежная компенсация не даст результата к применению рекомендуется сценарий 01 вспышка мы не можем позволить странно доклад обрывается на середине предложения а перевожу надо вернуться чтобы поднять платформу и потом забежать туда дальше так так Так, давай, давай, Лара! Не понял, как эта штука работает, но ладно. Нет, я понимаю, нужно делать так, чтобы он вращал. Или здесь несколько может быть голов. Нет, там еще одна голова. Допустим. Будешь дышать? Да. Ну, если ты так думаешь, то я уверен, что мне ничего не угрожает. Но проверять лишний раз не хочу. Пусть сначала все сделает. Мне получается на самый верх надо подниматься. Ой. Ты в этом уверена? Будет забавно, если она сейчас поедет вниз. А давайте сейчас посмотрим, вот реально, куда она поедет? Вверх или вниз? Нет, далеко не уехала. Это меня радует. Так, а это что у нас? Какое-то некое гнездо непонятно. Ну ладно. Так, пусть газик тут подышит. Так, Лара, давай-ка сделай парочку стрел. О, здрасте. О. Ну, я все равно здесь никак не пролезу, как не старайся. Посмотрите. Надо поднимать все это дело. Так. 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 Она вроде поднялась, но... Я понимаю, что мне нужно даже сюда ее стрелять. Но тут есть доп. проход. Ну, был точнее. Я попробую сейчас дозайти. Давайте я здесь сделаю сохранение, во-первых, на этот момент. Она сохраняется сразу автоматом, где и надо. А, я в любом случае туда не попаду. То есть мне в любом случае туда наверх надо. Ладно. Это дуть не хочет. Так. Она поднимется. Эльтра скачается, но мне нужно, чтобы попасть туда. А, чтобы попасть туда и запустить, видимо, там какой-то механизм. Надо как-то добраться до дорожки. Как-то слишком легко. Что-то не так. И не говори. Есть. Добрались. Вот и нашли. Вот и нашли. Хорошо. Как же... Тут вроде можно перебраться. Как же... О, здрасте. Милая Эбигейл, тебе пора узнать правду о своем прошлом и об обязанностях, которые ждут тебя в будущем. Завещание. Эбигейл, ты хранитель, как и я. Как была моя мама, ее мама, мама ее мамы и так далее. Так повелось со времен королевы Абараны, матери народа. Много веков назад она увела моих предков от великой засухи в Гватемале в эту тихую долину. На своем смертном адре она выбрала хранителя из членов своей семьи и передала обязанности матери. Однажды этот дар был передан мне. Поскольку я умираю, моя милая Эбигейл, ты наследуешь обязанности хранителя. Ты знаешь, что надо делать. Ты делала это всю свою жизнь. Теперь ты мать народа. Береги нашу историю. Перевожу. Член королевской семьи передал коронацию в обход на законной наследнице дочь матери Эбигейл. Понимаете? Эбби, я нашла дневник твоей бабушки. Он... Она тут вроде можно перебрать. Ты не можешь на этом остановиться. Что там написано? Ты царевна. Вкратце. Ты наследница королевы Майя Абараны. По линии баб... Тут вроде можно перебраться. Королева Абараны? Угу. Бабушка родственница королевы Майя? Стой. Я родственница королевы Майя? Да. Многое это точно. Изображает Великий Путь на юг из Мексики в Перу. Тысячи людей пошли за своей королевой, спасаясь от засухи. Эбби, я нашла фреску с изображением Великого Пути. Королева Майя увела тысячи людей из Мексики в Перу. Зачем она привела их сюда? Существует множество теорий о том, что случилось с народом Майя. Оккупация, гражданская война, закрытие торговых путей. Но одна теория стала особенно популярной. Предполагается, что цивилизацию Майи уничтожило резкое изменение климата. Видимо, она увела людей от многолетней засухи. Но куда они ушли? Сюда. Это ж какие мозги надо было иметь, чтобы создать столь крупное, необычайно сложное, с технической точки зрения? Еще обороты, платформа поднимется на самый верх. Давай. Давай. А, точно. Оборот оборотом. Игра в подъемник. И еще обороты, платформа поднимется на самый верх. А? Субтитры создавал DimaTorzok 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 А, там саркофаг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смотрите, сколько золота Хороший вариант Возьму Скажите золота Ну вот это самое лучшее Горелом его золото Нет Продолжаем Видите, тут даже целый кусок золотой плиты До этого ей хватит на всю жизнь Гренадер Изготавливайте гранаты Взрыв гранаты наносит значительный урон всем противникам в зоне поражения Кузница судьбы Кузница судьбы А, мне возвращаться не надо Как удобно А это у меня сейчас будет Аппаратный путь делать как-то Ой, как удобно Спасибо, Лара Спасибо, Ларусик Так, надо заодно Аккумулятор запасный доставать Да, вы правильно поняли У меня клавиатура еще начинает разряжаться Убить К счастью Провода все со мной под боком Ну а что Пока со мной идет загрузка Чего-нибудь Руками поделать, что ли Эх Эх Не, Дурян, конечно Очень интересная судьба То есть Я, конечно, ожидал, что у Уэби Там что-то будет Майамское, на самом деле А хотя она считалась Инком Ну, забавно выходит, что она Чуть ли не грабит Царицы моей Ну, по престолу наследованию Вернитесь в дом Пилара Идемте, вернемся Я бы сказал, даже сплаваем Вот, знаешь, найдешь один пароход хоть раз Потом не забудешь, где он находится ведь Ух Потом представьте, что будет Эби скажет, что она местная царевна Благодарю тебя за твою милость Прошу Помоги превозмочь все беды на нашем пути Дай сил и мудрость узреть всем нам спасение во Христе Во имя Отца и Сына и Святого Монашист от РПЦ Ты нашла тайное место? Да Мариан Это была кузница Но здесь происходило что-то еще Да Там покоится королева Майя Абараны Первый хранитель Кувак Яку Она приказала построить кузницу, чтобы создать могущественный артефакт Какой артефакт? Я не знаю Марианна сказала мне, что то, что было создано в этом месте, давно утеряно Но его послание сохранится навечно Оно несет с собой надежду на будущее Если ты обо всем знала, почему не сказала мне? Сразу Но я обещала Марианне И что теперь? Я должна принять, что ни с того ни с сего Я теперь Майя? Да Кровь Абараны ослабла за эти столетия Но Ты ее далекий потомок Как ни крути, но да Что это значит? Ты хранитель Эбигейл Как и Марианна И ее мама И так далее До самых времен Абараны Я не могу быть хранителем Можешь У меня столько дел здесь, и я Вы защищали эту деревню годами Разве ты не чувствовала этого, хоть самую малость? Ну, в принципе, да, ты Будто у тебя был долг Теперь ты должна беречь историю В принципе, да, она делала и до этого Говорила, что ее работа сохранять историю Беречь ее Она обещала однажды показать мне ее средоточие и Передать свое дело мне Она не забыла свое обещание Просто нашла другой способ его выполнить Это очень в ее стиле Нет бы просто мне рассказать, а не устраивать из этого охоту за сокровищами Через тонны собак, которые могут тебя сожрать Да, мне нужно идти в другие части мира Вот Возьми это в благодарность за помощь И пока ты не успела возразить Это такая традиция, так что отказаться не выйдет Спасибо Не переживай Не переживай, я на эту традицию еще В Китишграде Предела Полная тень мгла получит новое снаряжение Благодаря глушителю Получен призрак тень Снаряжение С пластинными прокладками Надо бы глянуть Задание выполнено от звуки прошлого Иконка и телевизор на одном столе А мы можем послушать, что мне будут говорить? Или мне нужно обязательно выйти? Нет, не хотят Ладно, давайте сейчас тогда в лагерь зайдем Ближайший Здесь Вот туда и идем Ой, как же я люблю такие вот мосты старенькие Разобранный читок Не знаю, в этом чувствуется какая-то жизнь, какая-то реальность Так, во-первых, давайте глянем, что это там за новый костюм нам дали Костюм тень Брокенский призрак С пластинными прокладками движения становится тише Маскировка от врагов увеличивает время и необходимость врагам Большой опыт бесшумных убийств Увеличивает опыт начисляемого за бесшумное убийство Брокенский призрак Какой разницы нет Они оба одинаковые Камуфлиш охотника Слушайте, а вот это ей больше идет Мне нравится красивый такой костюмчик-то Ну-ка, повернись-ка Да, ей больше идет Здесь с сапогами Озаредни тихо Приглашение звука сдаваемой прибеги Что затрудняет нуждение лары противников Слушайте, тут вообще шикарная вещь Слушайте, вот у меня есть теперь два любимых костюма Этот И ее классический Классический он более реалистичный у нее Если она будет одета... Так, стоп, минуточку Не то Не то Как это называется? Так Авантюристка-классика Подождите, где он? Вот камуфляж охотника Ну вот он ей больше идет Ну, он такой, знаете, цветовая гамма не совсем Нет, я все-таки вот с этим классическим Классическим Так, ладно, теперь посмотрим, давайте по навыкам, что у нас есть Так, у нас с вами три очка навыка С одной стороны, я хочу вот эту штуку взять Но я понимаю, что вероятность такого исхода, чтобы я мог использовать низких врагов одновременно, смысла нет Скорее не между сильными выстрелами Было бы неплохо Что еще есть? Глушащий шрапнель Глушащий шрапнель Изготовить химические гранаты Не уверен Не уверен Давайте сразу к торговцу туда сходим Посмотрим хотя бы сколько стоит Как раз 55 минут Хотя бы глянем Так, нет, он дальше будет Очень, знаете, знаете, тут очень напоминает Яру Ну, некоторые населенные пункты Яры Что-нибудь приглянулось? Оказывается, что есть Игни, у тебя подсумки, зараза Где подсумки? Держи Где подсумки? Я тебя спрашиваю, где подсумочки? Ну, вот это можно продать немножко Отличный выбор Жир все равно восполняется мне быстро Порох я пока не делаю, поэтому можно, в принципе, продавать Держи Отличный выбор Многого Приятно иметь с тобой дело Ладно Может быть А! Скорее всего Он из контрабанды найдется Давайте к ней отправимся Чуть-чуть потянем Но я думаю 4 минуты То есть 1 час ровно не критично Надо хотя бы посмотреть Есть ли у мисс пропаган... У мисс контрабанда Не путайте Контрабанда хорошо Пропаганда плохо Ну, опять же, какая контрабанда Но в большинстве своем она хороша Когда нет возможности купить что-то реально хорошую вещь О, она реально помогает Кстати, я могу еще что-то улучшить А, ну да, кстати Так Я могу все пистолеты улучшить Ну, почти Так Так Этот уступает в ряде характеристик Но по боезапасу и урону он шикарен Ну, я пока с этим похожу Барабанный Барабанный Мешка Ну, он уступает, но у него большой боезапас Поэтому он этим кроет как бы Но расход слишком будет большой У змеиного укуса можно улучшение сделать одно Змеиный укус уступает изгнаннику только в скорострельности и изготовке Все остальное у него на высшем уровне Там еще, конечно, что-то есть Ну, ладно Может я что-то еще могу делать, но пока я не знаю как Сейчас нам получается Вот здесь без дробаша я пока ни хрена ничего не могу Мы с вами Так, подождите, я сейчас быстро гляну основную карту Чтобы убедиться, что мы точно все забрали, что может было У кондора понятно, что вот здесь и здесь Без дробаша я туда не войду Без дробаша в склеп не войти Тут мы все забрали Здесь мы все забрали, там рыбок покормили Тут тоже все забрали, что я могу, что можно было бы Здесь тоже везде все забрали Через задницу мира прошли Здесь есть волки, волчье логово, тайник выживая Черногривый волк Там можно достать Сюда нас не пускать Там нефрит валяется, в принципе можно было бы забрать Вот здесь есть документик Но я туда пока пробраться не могу То ли нужен был жумар, то ли что-нибудь А у меня же жумар есть, а что я его не использую? Это не могу понять, ну ладно В принципе туда туда добраться не сложно А сейчас получается надо только сюда К бабке забрать все Сюда и сюда Может наверное пробраться и можно Тут еще и склепик В общем в следующий раз будем лазать вот по этой территории Удивительно, они так близко все народы находятся Они друг друга вообще не видят, я вот прямо удивляюсь Так, ладно, давайте все-таки тогда на этом моменте сделаем паузу Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал А в следующей серии посмотрим бабку Ну, может там у нее есть подсумки Ну или у других торговцев из Пойтите золотого города Двинемся в другую территорию Не исследованную, где Полно белых капибар Вкусняшек и руинчиков То есть прочищем все Потом пойдем по сюжету, как бы так А так, ставим лайки Я уже говорил это, пишем комментарии тоже говорил Ну и конечно же, всем спасибо кто смотрит ребят Увидимся в расхитительнице гробниц Shadow Tomb Raider Удачи! Удачи!